У нас готова следующая игра, друзья, мы переходим на третий мир Амар, смотрим наконец-то его, а к разговору об оружии мы еще вернемся. Не убедил ты меня, не убедил ты меня вот с... почему обязательно? Ладно, вернемся. Ну и пока известно, что прям стопудово будет Бизон, а что на нем будет, непонятно. Разлетка. Хотелось бы увидеть полную карту. Видно, что самолет плюс-минус централизованный, там пролетает через... На своем истребителе догоняем. Смотрите. Пролетает через Сан-Мартин, через Минус-Генералис. Должны ребята долететь до куда-то захотят. Ну, в принципе, неплохо. Стандартный разлет, все то же самое. Стандартный самолетик, все там полетели, что куда. Нави в городе Парайза, АВГ в правой верхней части круга, ой, круга, карты. Круг пока неизвестен. Фейзы в Альпозе, Виталити упали в... Осиенду. Осиенду. Дель Патрон. Только тут упал один Шадоу, решил в Соло Осиенду залутать. Так, ну а им же никто не... Им же никто не мешал. Я вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Гитару еле задевает. Ты разыгрывал, ну, на паблике, где-то еще, вот круги именно на признане? У тебя был хоть раз? Нет. У меня было два. То есть это возможно. На пабе был один раз, и разыграть было его невероятно сложно, поскольку подступов именно переплыть через речку практически нет. Кроме мостов есть только, по-моему, два места. Один мост сразу исключается. Вот правый мост чаще всего, если на признан складывается, он сразу исключается, то есть надо на него за зоной. Левый, скорее всего, кроют. И есть рядом с Лос-Хигасом, там небольшая, по-моему, возможность подняться. Там побережье Лос-Хигаса. Да. И другой, другая возможность подъема находится только с другой стороны острова. Да, видно там даже по контур карте слева снизу береговая линия. Да, береговая линия. И один из кругов таких, который мне попадался, ну, именно в моей игровой практике, невозможно было разыграть, то есть проехать никак невозможно было. То есть на мосту было порядка четырех команд. Все файтят, отузыть музыч. Ну, как обычно, папа и проходит. Туда заезжать, по воде не заберешься, там, ну, то есть на другой мост не получилось бы пойти. А второй, кстати, мы выиграли даже, там получилось так, то что в итоге в последнем круге у нас было четверо, и на признане спрятался один человек. Знаешь, как сложно было найти человека на признане одного? Вот дело такое. Искали всем селом. Вот это будет интересный матч. Я в предвкушении. Я хочу признан. Что, ребятушки... Компетитив, я еще ни одного признан круга не видел. Круга. Плюс. И я очень хочу потерять вот это вот... Как это называется? Открыть счет признанов, кругов на признане. Церковь. Лутает Тиабоун. Долго-долго ехал. Альянс в кругу. Вайлда тоже заехали. Там на краю круга лутают М19. Почти в круг заехали у нас фейзы. Там фастфейз катается по Монте Нуэво. Нави все еще лутают. Это у нас визарды. Оператор вернулся. Теперь же катаемся на баги. Катаемся, да. Просто прокатить чат бесценно. Ликвиды снова у нас находятся на Пикадо. Видимо тут Сэмпти, который лутается на Мотеле. Плюс заправка. Потихонечку. В принципе, Пикадо спот достаточно хороший. На четверых здесь найти все, что хочешь, можно. То есть даже если распределить там один арена плюс апельсинка, другой, вторая апельсинка плюс казино, третий мотель плюс построечки, четвертый банан и вот эта вся линия там. То есть даже остаются какие-то здания, в которые можно успеть и не зайти. Но в последнее время тенденция той же самой арены, того же самого ринга пошла к тому, что там совсем недавно был случай. Играли с квадами, упали на арену. Была только одна пушка на арене. Одна пушка на все три этажа, плюс раздевалки и прочее. И та, по-моему, винчестер. Было весело. Нет. Пикадо, Пикадо вообще для паба это почти идеальный спот. Почти идеальный. Вот утолить бы апельсинки, а то там очень часто ребята сидят, кемпят. Но в Компетитив, конечно же, в начале игры там сидеть никто не будет. Потому что, во-первых, никто не хот-дропается. А во-вторых, если там сидеть и будут, то исключительно на плейсмент в самых последних кругах. По-другому никак. Никто не будет пикать вообще с таких позиций, поскольку это очень опасно. Ты знаешь, я когда-то тоже очень сильно злился на апельсинки, потому что там действительно любили посидеть. Но как-то в последнее время у меня с апельсинками сложились отношения, даже если кто-то там сидит. Отношения с такими ребятами очень быстро складываются, когда у тебя в руках Сайга или Вектор, там какой-нибудь УЗИ. Ну да, да, да. Очень быстро договариваешься с абсолютно любыми ребятами. Полюбовно. Где-то не очень. Ну да. Где-то там и этим, и тем. Методы пешочком. Ой, бегу. Хорошо бегут стройно. На Х нажали, побежали. Круг уже сейчас пойдет. И немножечко ребята просаживаются по таймингам. Нужна все-таки машина в любом случае. Это те ребята, которые лутали остров признанным. Те самые. В этот раз самолет не позволил им лутать этот остров. Обидно. Досадно. Ну ладно. А они пасиком бежали, нет? Нет, по-моему. Джимс. Ебиться. О, какие ракурсы. Снова катаемся здесь на баге. Камера очень красивая. Камера хороша. Обсервер хорош. Сразу понятно, что у них там есть профильные обсерверы, знаешь, для Санока, для Мирамара, для Ирангеля. На Мирамаре знает человек, что делать вначале. Кататься. Кататься. Любишь кататься? Очень близко Dicer к Косте находятся. Вот и женись, не кататься. Могут встретиться. Обсервер, не болей. У Dicer подъехали союзники. Будет ли Костя закрывать? М19? Все так же Лос-Леонес был? Да. Или что это? Уже левее уехали. И вот там Костя что-то вот... Он вот смотрит в эту сторону, что-то хочется ему. Что-то хочется ему, он смотрит. Но рядом нету товарищей. Понятно то, что М19 решили агрессировать. Ой-ой-ой. Так, Бородач. Приколица. По Найтам. Решил не стрелять в баги. Второго, второго, причем зажимает, чтобы не остановились. Видимо, второе. И тут вообще что-то ничего не взлетает. Хотя нет, на пол ХП там прилетело. СКС не очень результативно. Ну, как-то знаешь, вот. Ну, с СКС посложнее, конечно, стрелять по тачкам. Но тут дело такое. Мне кажется, стоило зажать в баги. Очень легко колесо лопнуть. Колесо, всякое случилось, если тело бы. Да, да, да. Что-то там случилось. И гарантированный фраг. Ну, видишь, я думаю, это все вызвано той причиной, что сейчас он баги зажмет, баги развернется, а тут человек выпрыгнет, второй успеет затормозить, подъедет, займет позицию. И начнется файт. Да, и начнется файт. Но файт-то начнется в превосходстве фейзов. Опять же-таки. А турнир у нас какой? Килы вознаграждаются. Ну, да. То есть, не знаю. Я бы на месте фастфейза бордача знаменитого я бы лучше пострелял в баги. Ну, да. По баги, конечно, зажимает самый сок. Легче баги, наверное, не зажимается ничто. Ну, мы-то что? Мы тут сидим, комментувачи тут. Значит, постреляли бы. Ага, да, конечно. Что ты сидишь? Стреляй! Что ты? Костя пока халдит. Смотришь, прицел свой. Ну-ка, стреляй в него. Да, это понятно. Ну, там какие-то свои, конечно же, у каждого игрока. Может, у него... Ну, знаешь, например, там кто-то монету кладет перед экзаменом в левый ботинок пятирублевую. А кто-то только по второй стреляет. По четным тачкам стреляет только. Ну, такая вот поверье, может быть. На победку. Ну, это явно, что не просто так. Фосфейс выбрал цель именно вторую. Видимо, был какой-то горький опыт. Видимо, что-то было такое неприятное. Мунволф тем временем сцепились там с М19. Где-то там на минус один у Мунволфов хорошо там экземпл встретил. Где-то, видимо, в упоре. Подождал, посидел. Взорвал. Ой, авангары. Посмотри, как отстает там. Кто там ехал самый последний? Не обратил внимания, не успел прочитать. Авангары очень долгую ротацию вновь совершают на Мирамаре. Знаешь, иногда возникает вопрос, не жалеет ли вот команды, которые лутают вот такие вот абсолютистские, я даже не знаю, как абсолютистские компаунды, которые либо там справа наверху, либо, ну, то есть самые крайние компаунды. Не жалеют ли они иногда, что выбрали именно этот компаунд, а не что-то посередочке? Да, мне кажется, жалеют, естественно, потому что круги-то разные бывают. Это вот ликвиды точно никогда не жалеют, потому что у них пикады, центр карты, можешь уехать куда замыкать. Да, да, да. Но выбор-то, выбор. На чем основывается выбор компаунда команды? На удовлетворительном луте? Вот собралась команда. Ну, хорошо, много места удовлетворительным лутам, ну, как мы наблюдаем. Ну, 16 более-менее есть. Почему вот, как вот они собираются, говорят, просто наоборот, а давай вот это лутать? Или же все-таки они сначала простраивают там что-то? Ну, сначала, естественно, опираются от того, какие кемпы лутают соперники. Смотрят все свободное, выбирают для себя. То есть все это... Ну, ладно, я понял, понял. Лутик, конечно, тоже, да, естественно, если все нормальные кемпы заняты, то приходится делить спот. Вот как, допустим, М19 делят там с мунвулфами и с вайлдами лосли он. То есть делиться приходится anyway. Если не хочешь делиться, то, ну, удачи тебе в начале игры пофайтиться. Это супер РНГ задумка в начале игры драться. Зависит исключительно от удачи и мало от профессионализма игроков. Янг нокнул Вондора в голову. Ой, драка за кругом, драка за кругом. Как же это неприятно снова сталкиваться. У нас Виталий ТМ-19. Пока что М19 несет потери. Тут, по-моему, залетает, гранаты какие-то отхиливаются. Вон, там чуть-чуть у него хп оставалось, но зона пока кусает не так сильно, чтобы это напрягало прям вот овер много. Файты за зоной. Их особенность в том, что ты можешь немножечко упустить тот момент, когда СКС тебя уже ваншотает. И получить в голову. Можешь. И вот такие неприятности тоже случаются. Ой-ой-ой, элитплеера здесь накрывают. Тут же будут добирать, добивать. Вондор также добивается. М19 снова несет потери в своем стане. Экземплы Константина остаются вдвоем. Зона кусает. Неприятно. Костя садится в Мустанг, в Мирада. И, скорее всего, сейчас поедет. Зона уходит от призна. Жаль, жаль. Как хорошо, да, веселье. Нави сейчас находится на дефолтных таких позициях, откуда обычно Юник в такой круг заходит. Более центральный, более верхний круг. Ну, вот заходят они с этих гор, начинают, по-моему, Юник. Или это правее они там заходят. Но где-то вот в тех позициях. Сейчас же это центр круга, и Нави его занимают. Плюс это хайграунд. Это миромар, где все видно. Но при этом сейчас вот та самая зона, которая, где есть деревья и трава чуть-чуть. Да. То есть это вносит свои коррективы. Я помню, когда только миромар вышел, как же мне нравилось это побережье. Вот эти высокие горы, огромные спуски. Думал, вау. Какой же миромар классный. Ну, вот сейчас найты тоже ездят, кайфуют, испытывают опыт мобильной игры. Гравити-дев. Помню, помню. Я был чемпионов классе. Вот так вот. У тебя было... Всех трех ребят овнил. Вот так вот. Вот этот Сименс был? Так, не играйте. Дев вообще на всем запускался. Это же Java приложение было. Что? Там раньше на всех телефонах. Опа! Здравствуйте! Ибица такое. Ну, у нас тут бандерулька. Нужно забрать. Притормозим. Естественно. Шесть аптек целых у Ибицы тут лежит. Сейчас его сюда задавят анимеердропом. Стой! Дроп выбирает Сэмте своим. А ты говорил... АВМ. Ой-ой-ой-ой-ой. Первый АВМ за сегодня у нас появляется на карте. И вообще, по-моему, за два дня. Ты помнишь хоть один АВМ? Вчера. Позавчера. Нет, не помню. Тоже не помню. По-моему, первый АВМ появляется у нас на карте. Ультимативное оружие. Пропускать его нельзя. С тобой мы, по-моему, смотрели ДУ-турнир. Или со Святым мы смотрели ДУ-турнир, где Мумино и его напарник не стали забирать АВМ. Их потом с этого АВМ закрыли. Не, я не помню такое. Со Святым мы смотрели. Да, для нас было очень удивительно. Подошли к аирдропу, забрали третий сет, АВМ оставили. И вот так вот произошло. АВМ, опять же, не ультимативное оружие, а ультимативное это АУК, как по мне. В смысле? Ну, вот так. Штурмовка на пятерках, которая умеренно стреляет, при этом очень легко контролится. И скорость полета пули почти как у Минника. 970 МС. Вот это реально ультимативное оружие. А АВИК... Ну, удачи тебе в ближнем бою с АВИК что-то сделать. Да даже на ближней и средней дистанции. Максимум пол ХП снесешь, ок. Ты умрешь. Ну, такое. Я не знаю. На дальнюю дистанцию? Да. Аброза в ноль вообще. Полет пули АВМа все-таки дело такое. То есть с него даже неумелый снайпер попадает, ну, я уверен, если процентная статистика посмотреть, гораздо чаще, нежели там Скара или М24. Это безусловно. Не посмотришь. Ну, не знаю. Все-таки я не сторонник АУГа. Вообще не сторонник. Файбарин. Постреляем. Давно не видно было HVA в каких-то прям замесах. На Санэке они показывали себя гораздо более эффективно. Да их тоже убивают, убивают. Да, сейчас как-то прям у них совсем ничего не идет. Там, по-моему, на одних из последних мест не находятся. Алайнсы находят у нас Ликвидов. И вновь начинается стрельба от Алайнс. Такая вот с верхних позиций. Оттуда постреляй, то есть сделай. 16 минут уже прошло. 59 лайф. Ну, маловато киллов. Пять человек всего лишь погибло там, так или иначе. Сейчас бы в X3 позажимать. Но знаешь, порой, порой из X3 даже удобненько стрелять на такие дистанции. Как-то... Я даже не знаю, как объяснить. Но у меня бывает даже лучше идет с X3 на такую дистанцию, нежели там в X6. Ну, удобный прицел, в принципе. Ну, минимум движение мышкой нужно, чтобы... Перехрести хорошо. Да, да, да. Я вспоминаю тот, когда только появился, ту пальму, которая только появилась. Это вообще ужас, конечно, был. Ну, благо прислушались к комьюнити, почитали то, что говорит комьюнити, изменили. Да, сейчас X3 очень хороший, очень хороший прицел, который как на ближних дистанциях можно очень хорошо использовать. И вновь у нас встреча AVG и Na'Vi. И Anugtiv, Anugtiv с М24, что произошло с миром, сейчас что-то перевернулось. Ну, может быть, две снайперки у AVG. Один Sonic, одна снайперка у Onika, другая снайперка у MaxiZor. Две болтовки, правильно вообще? Ну, да. Не ошибка. А, в смысле у одного игрока? Нет, нет, нет. У команды. У команды еще нормально, а вот когда уже 3-4 болтовки, это уже действительно перебор. Нужно все-таки не забывать брать, там, ДМРшку какую-нибудь и рассчитывать на стабильный ближний бой. Там, иметь в команде АКМ, Берилд, там, естественно, М4, как же без М4? Как же ты любишь девайс на семерках? Ну, Берилд это вообще обалденное оружие для ближнего боя. Даже для ближней средней дистанции, там, метров до 100. Просто шедево. Я уверен, с тобой не согласится большинство игроков. То есть, сейчас многие просто не очень, ну, недолюбливают конкретно, откровенно говоря. Это мягко сказано Берилд. Ну, научиться отдачу контролить. Все будут долюбливать. Вот дело такое. Ну, да, действительно, Берилд очень пушка такая, требовательная к своему владельцу. Если ты не умеешь контролировать отдачу достаточно хорошо, то Берилд точно не для тебя. АКМ уже полегче и все еще супернадежное и стабильное оружие в ближнем бою. Расстреливают у нас тут пента виталити. Ой-ой-ой, там взрывы. Манки, манки давит, давит машина. Сейчас еще и добьет просто, ты посмотри, что там происходит. Машина задает, фура, убила. Да, неприятно сейчас для виталити вот эта ситуация оборачивается. Пента у нас вновь появляется. Один килл для пенты. Находят вайлдов. Сейчас будут уже. Крис тут начинает присматривать. Какую пиксель он находит тут между трубой и крышей для того, чтобы пострелять по дигзу. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вайлда себя очень неплохо показывает на протяжении этого дня. Возможно, даже ошибка с ними сейчас файтится. Прям супер-супер. Но дистанция пока большая. Это такая межкомпаундная перестрелка. Тем временем, видим, тут ликвиды у нас нашли нави. Батулина добивают. Перед этим был еще один ног, который, по-моему, разрезали. Да, разрезали там. Молодого. Или кто у нас? Кого у нас ног? О, Максизор с миником. Сейчас, секундочку. Максизор с миником. Оник с М24. Ну, снайпер, он к ДМР-кам тоже приспособлен. ДМР как расшифровывается? Designated Marksman Rifle. Марксманская винтовка, если на русский перевести. То есть это специально дальнобойное оружие. Ну, понятно, понятно. Дальнобойное оружие. По сути, та же самая снайперка, только полуавтоматика. Ну, естественно, для того, чтобы это все урегулировать. Урон меньше. Как ты думаешь, есть ли оружие... Ладно, давай по карте. Мы еще будем... Оружие, пушки, пушки. Ну, в папке реально крутые пушки. Приятно. Крутая стрельба. Говорить о них никогда не устаешь и хочешь видеть все новые, новое исполнение каких-то... Это можно обсуждать долго. Бесконечно. А тем временем... Хардшифт. Хардшифт. Право вверх. Право вверх. Нави за кругом. Джаз добирает Крис. Снупик начинает настрелить там с Клаша по Хакстару. Это неужели это близкий файт? Пока что не понимаю. Снупик добирает Хакстара. Хорошо. Плюс один для Авангар. Нипы в ближний бой хотят против Найтов. Текс в курсе. Всех слышит. Ой-ой-ой. Крип там. Крип дает Хе по Сну. Снупику нам до сих пор не включает. Там еще и Максизора, Крип, гранаты. Второй добивает. И по-моему это самый интересный файт данного эпизода. Тем не менее нам показывают здесь, как Нипы сражаются с Найцами, которые находятся в компаунде. Постепенно там какой-то пропуш идет. Найц там еще методов у нас обнаруживает. Азверина. Но какой-то Нуктив остается у нас в единственном числе. Пока что на ногах. Если сейчас Нуктива забирают, Нуктива забирают. Что там произошло? Там возможно Снупика разресали. Дотекают Вайлда от Снупика и от Нуктива. Снупик еще на ногах. Вот сейчас Снупик точно один. Его успели там разресать. Это такое, знаешь, заочное комментирование файта СНГ команды. По киллфиду. Гадаем по киллфиду. Что происходит? Завораживаем по касту, по мониторингу. Файзы начали вдраться. Приворот по мини-мапе. Мукли слышит. Передвижение фастфайза и Айзи. Также Нави стали воевать с ликвидами. Визарды против G2. Происходит у нас буквально 4 файта. Прямо сейчас на 22-й минуте. Это еще мид-гейм. На 27-й все перейдет в лейт. Садовника закрывает. В Нави потери. Рекрента также добивает. И там, по-моему, остается только молодой. Молодой в единственном числе. Уайл Янг. На нем лежит большой груз ответственности. Сделать 1-2 киллечка. По-моему, ни одного килла я не наблюдал сейчас. Да, Нави 0 киллов. Нужно что-то делать. Снопика Нуктив и Максизор живы. Авангары справились с проблемами. Разрезались. Минимальные потери только Азверин. Пытался с М16 с глушителем и с Акогом дать ног. Но не вышло. Киллфит просто летит. Взорвал с Киллфит. И это значит, что мидл переходит в, собственно, лейт. Снупик тем временем по Сэмпти дает из Скар Эля. Ног. Хорошо. Нашли ликвидов. И это уже у нас тут квартет какой-то. Сражаются. Там молодой лежит. Единственный. Кто вообще в этот файт старается не вмешиваться. Молодой только-только заползает в зону. Там АВГ. О, слушайте. Азверин-то живой? То есть всех разрезали? Ничего себе. Вот Джемпти очень близко к АВГ. Реагирует Авангар. Хаешечка по Ибице. Ой-ой-ой-ой. Всех ликвидов. Очень быстро. Уничтожили. Молодой проснулся. По Снупику накидал. По Снупику настрелял. Это была ошибка, мне кажется. Азверин нокает Пента. Брэкска. Максизор закрывает Уайл Янга. Азверин добивается. Снупика должны здесь разрезать. Нави 0 киллов. 9 киллов для Авангара. Авангар просыпаются. Проснили. Проснулись. Это приятно. Это приятно, что АВГ проснулись. Это неприятно, что Нави 0 киллов. М19 у нас на... 5-й позиции с 3-мя киллами. Где-то они... Или вроде их убили. Я вот забыл. Я вот тоже забыл. Вот как-то давно их уже не видно. А, вон там Костя. Здравствуйте. Ваня в зоне. Два участника команды Пента в зоне. Там какие-то непонятки. Мунвулф и кто-то еще из Пенты где-то внизу там находится. В тесном соседстве. И оттуда выйти не получится. Снупик тем временем забирает. Только сказали. Главное не сглазить. Продолжать бороться АВГ. Продолжать сражаться. HVA появляется у нас в киллфиде последний раз на этой карте. Закрывает потвора Стопперса. MXA там также дает ноки. Фейзы вступает. Энди Воксика забирает из Найтс. Тем временем Найтс продолжает напрягать у нас АВГ. О, хорошая стрельба от Леши. Алексей, браво. Считаю, только там глава должна была торчать. М19 закрывается визардами. Крама. Ой, нехорошо полетело. И Крама, кстати, тоже закрывается. Ты просто посмотри, что происходит. Адуктив забирает двух участников команды Найтс. Плюс 2 килла это 11 минимум. 11, возможно, там 12 где-то я не досчитал. Но во всяком случае, по крайней мере, он успел там настрелять. Но АВГ закончили свой файт в топ-8. Да, да, в топ-8 файт закончили. Набрали 11 киллов. 11 киллов это очень хорошо. Так и надо, так и надо. Возможно, не смотреть на то, когда там до какого плейсмента ты дожишь. Плейсмент вообще не важно. Тяжело выкинуть из головы вот этот шаблон жить. Да, да. Тяжело выкинуть профессиональным игрокам. Это тяжело нам с тобой выкинуть этот шаблон. А игрокам привыкнуть к такому регламенту, к таким правилам невероятно сложно. Это что-то такое. Ты находишь файт, у тебя Counter-Strike там 5 минут. Выжил, залутал, пошел в следующий Counter-Strike. На следующую мапку. А так так и происходит. То есть в PUBG оно как, несколько же локаций воспринимается как несколько десятков карт. Да. И ты просто файтишься постоянно на каких-то новых локациях. С многих разных рельефов. С новыми возможностями. Зона каждый раз эту карту делает с одной стороны. По этому играем мы в папке его смотрим. Именно по этому. Так долго уже. Да. И он держится... Почти два года. То есть весной два года. Да, почти два года. Это просто сумасшествие. Это огромное разнообразие. Это чувство вклада в победу, собственно, когда ты убиваешь. Потому что ты когда-то удаляешь кого-то, он точно не вернется уже. Ты понимаешь, что это ты приблизил на один килл свою победу. Но шаблоны, конечно, нужно выкидывать. И вот сейчас именно это турнир того формата, когда КС просто... Это турнир локальных файтов. Чем больше локальных файтов ты выиграл, тем дальше, вне зависимости от того, что происходит, ты проходишь по этому турниру. Вот как раз таки авангард и неплохо повоевали. Да, да, да. Так или иначе, там или здесь постреляли неплохо. Фейзы. Три килла, но ситуация у нас топ-5. Для фейзов, учитывая их текущий контроль круга, очень возможен топ-1. А вот уже плюс 10 поинтов. Это не хухры-мухры. Методы огрызаются на пенту. Пента осматривается назад и могут вычислить последнего игрока визардов. Это у нас Энсо вроде как. Крис пытается с коричка дать ног. Ну, Карс Икс-8 это, конечно, аппаратура крутая, надежная. Мукли опасно, конечно, спрыгивает. Но Вик фастфейзом... Поймал фастфейз его там. Была, по-моему, все-таки он прыгнул. Там анимация была, да, его на этом поймали. Или все же не было анимации. Была, была анимация того, что спотыкнулся, типа. Четыре команды у нас тем временем остаются. 28 минут, как ты и говорил, в 27 начался лейт. Прям он уже почти закончился. И сейчас у нас финальные круги. Финальная разыгровка, после которой станет известно, что там как. 7 килов пенты. Пенты себя проявляют на Мирамаре лучше, чем на Саноке. Методы... Поешечка. Ой-ой-ой. Такие же волшебные гранаты у нас сегодня на Мирамаре. Да, да. Казалось бы... Вон, видишь, крит стоит. А вот хе претела. Ну, я говорю, что вот. Как это происходит? Подствольники, подствольники работают. А прикинь, реально добавят подствольник, который именно хаешками стреляет. Ну, просто что она, типа, дальше полетит. Дальше и быстрее полетит. Фастфейз, Нокет, Брэксо. Тут же миномет. Закинул, да, он закинул гроша. Ну, это, конечно, круто. Это круто. Это круто. Но пока этого нет и в планах даже не намечается. Ну, да. Кстати, про щиты сказали. Щиты добавляют. А щиты давно затизерили? Ну, да, их затизерили еще летом на Е3. Но это мы еще поговорим. Тем временем снова очередная граната от Криса. Крис у нас минометчик. Просто раз, минус три. Аяка закрыт. Бетари готова. И еще одна граната в этот раз уже от Максея в ответочку прокинул. Минус Кейнт, минус Крис. Великолепно. Максей, кстати, там нормально зарешал пенту всю. Четыре килла у Максея. Семь киллов в общем у фейзов. Текущая ситуация очень спорная. Поскольку половина круга владеют фейзы, половина метода. И где-то у нас там вон справа по миникарте располагается Энсо из команды Wizards. Кому же он помешает файтиться, кого же он укусит за пятку, мы узнаем буквально через несколько минут. Он там крадется. Тут только ждать какого-то, возможно, нока, который можно доесть. Фейзы значительно лучше сидят. Вот если смотреть именно с камерой сверху, значительно шире. А все мы знаем, что у Вани дрон летает над головой. И он это понимает. Ваня читает всех, читает каждого. Читает, видит все круги. Этот игрок, еще раз говорю, просто нереален. Невозможен. Да, все так. Поэтому тут для методов, конечно, сейчас будет сложный файт. У методов не так много киллов. Им важно, катастрофически важно занимать топ-1. И хотелось бы отыграть. Вот фастфейс уже в курсе ситуации. Лежа начинает настрелить. Хорошо, ног по Крису. Лежа стреляет довольно легко, но тем не менее ног есть. Однако Эйти забирают в ответ. Фастфейс вроде бы в ноге. Да, фастфейс действительно в ноге. И Фейзам придется сейчас файтиться вдвоем. Ваня, Мексей против Вика, Энди, Менокса. И уже Икскриса, Икскриса, Рьеснули. Не заходит в драку Энсо из Визардов. Все еще. Нашли Энсо, начали по нему стрелять. Вик реагирует. Дает угла, но Энсо лег. Там просто какое-то колоссальное количество морщинок. Крывает. Лег в одну из них. Фастфейс минус. Уже неприятная ситуация для Фейзов. Хотя, казалось бы, сидели очень даже неплохо. И ног первый был от фастфейса. То есть как-то не пошло. Потихонечку идет стрельба. Кстати, если тут закрыть, то достаточно неплохо методы могут заработать. Им это сейчас намного важнее. Уже минус два в составе. Фейз, еще раз повторимся. Как-то вот этот, вот тут вот вход в эту драку получился не очень удачный для Фейзов. Просто пробуривают оборону Фейзов. При условии, что первый ног был со стороны Фейз по Крису. Да. Как-то даже для меня это удивительно. Мксей просто получает в микропиксель. Ой-ой-ой, но отвечает по Энди, реагирует. Не позволяет сделать по себе ни одного выстрела. Под Ивана залетает Ха-Е, никого не нокает. Даже не ранило. Мксей плохо, надо хилиться. Он хилиться. И успевает, успевает отхилиться. Сейчас главное аккуратно. Минник берет почему-то в руки. Опасно. Минник оружие крайне плохое. В ближнем бою ВТМ-416 совсем другое дело. Ваня, что делает Ваня? Ваня нужно давать угла. Он угла дает. Он начинает давать угла. Его напарня, кстати, тоже начинает оттягиваться. Это, походу, просто заход в зону. Это драка от зоны. Для того, чтобы тебя не оттеснили от круга. Просто заходит в зону. Там Энсу, там Энсу. Методы про него знают. Фейзы, мне кажется, не совсем. Ну, хорошо. Методы про него знают. Почему до сих пор с ними не разобрались? А потому что там 15 тысяч миллиардов морщинок. Ты посмотри, там рельеф какой. Даже вот отсюда видно, что там буйство бугорочков. Очень много, очень много бугорочков. За которые ты просто ложишься и ты не уязвим. Ну, разве что там гранаты или молотов хорошо прокинутые тебя убьют. Хотят, хотят методы пострелять в фейзов. И Энсу теперь мешает фейзам. На самом деле Энсу сейчас может очень сильно зарешать вообще даже и для фейзов, и для методов. То есть костью в горле он может стать обеим командом. Ну, пока не торопится там что-то делать. Видимо, собирается выживать на последнего. Звездочка у нас централизованная, по-моему, все-таки Сталец. Централизовать эту звездочку на круге. Возможно, был какой-то фидбэк от команд. Уже вторую игру я вижу в центре звезда. Видимо. Видимо, был фидбэк от команд. Тут же исправление. Это хорошо. А может быть, просто нас. В центре этой звездочки Энсу. Да? Будет очень большим удивлением, если Энсу все-таки займет топ-1, поскольку он очень долго уже живет. Между вот этим противостоянием фейс методов. Методы не решаются сейчас никаким образом вообще агрессировать. Да, прокидывают смока. Расстилают дорожечку туманную до центра круга. Круг уже идет. И через полторы минуты круга не станет. Вся зона станет смертельно опасной. Ваня ног по Крису. Тем временем у Менекса тоже не получается никак постреляться с Мэксеем. И вот сейчас Крис дотекает. Ваня дотек Крис от Вани. Это 2 в 2. Это 2 в 2. В полном обмундировании. Но есть Энсо. Не стоит про это забывать. И уже фейзы в курсе того, что есть Энсо. Ваня, да. Ваня в курсе Энсо. Энсо закрывает Менекса. Отлично для фейзу. Добрать. Добрал Ваня. 10 киллов уже на команду фейз-клан. Ваня. Кто ты просто? Ну, кто ты? Ой-ой-ой. Эмксэй не справляется с Энсо. Очень неприятно. Очень неприятно. Есть еще Вик. Неужели будут пытаться разрезать? Читает, читает. Ваня пытается прочитать сейчас действия соперника. Тут очень сложно прочитать. Очень сложно прочитать. Не-не-не. Ваню там не видно будет. Там есть микро-кочечка, которая не позволяет. Эмксэй забирает в итоге Вик. Ваню забирают. Топ-3. 10 киллов достойно. Очень достойно. И топ-1 занимает Энсо. Вот так вот. 2. И при этом сделал 3 килла. 6 киллов на команду. То есть 16 поинтов сейчас зарабатывает в своей команде Энсо. И это что-то нереальное. Энсо, мы передаем тебе огромный привет. Это было круто. Как привет по-испански? Ола, наверное. Нет? Я не знаю точно. Ола. 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 Нам подсказали. Нам подсказали, да. Режиссер подсказал. Затаки испанского языка. Ола. Энсо. ГГ. ВП. Можно еще вамос говорить, как это в футболе. Круто, конечно. Я говорю, это очень неожиданный поворот. Причем он мешал и фейзам, и методам. Причем немножко помог Ване подфармить. Чуть-чуть. Кильчик. Ваня подпроснулся под вот как раз-таки лейтгейм. У него там 0 киллов было, но все-таки сумел что-то подфармить. Тем не менее, произведительность игрока отличается не только киллами, но еще и тем, как ты делишься лутом, как ты даешь инфу, как ты особенно в некоторые моменты, как ты водишь машину. Привет, Леша Ануктив. То есть, киллы не самое главное. Результаты раунда у нас готовы. Вот так вот. Смотрим. Ниндзя. In Pijama 116. Очень непривычно их видеть. Na'Vi тоже обидно. 0. Ой, Na'Vi точно. Даже обидно. Moonwolf. 1. Alliance. 1. М19. 3. На троечку сыграли. Фейз. 10. АВГ. 11. Второе место. Второе место по итогу этой игры. Третьей занимают. И, кстати, где-то там в топе должны держаться сейчас. Последний раз, я насколько помню, в общем ранки Демирамара. Мы их смотрели и видели где-то на пятом или шестом месте. Они были. Сейчас, занимая топ-2 во второй игре, возможно, поднимутся уже в топ-4, там топ-3. Неплохо. Есть все шансы сыграть еще одну такую жесткую карту и взять еще топ-1. Да. И будет очень хорошо. Кэш. 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 Оу, да. Да. Что ж, друзья, я напоминаю, это OSL PUBG Invitational. Торнир с нестандартным форматом, о котором мы вам расскажем вновь. Перед следующей игрой для вас работают сразу три студии над освещением этого турнира. Турнирная платформа киберспорт Mail.ru, Electronic Mushroom и студия Unique. В качестве комментаторов сегодня выступают и вчера, и позавчера, и завтра, и завтра, и завтра. iLame и Yarlife. Небольшая пауза, после которой мы возвращаемся на четвертую карту сегодняшнего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...